Помните, мы с вами говорили, что этот обряд употреблялся и в древнеудейской религии, и подчас у язычников, даже в культе Митры было что-то вроде этого. Хочу вам только сказать, что таинство миропомазания совершаем над христианином ничем другим не может быть заменено. Почему я об этом говорю? Что елеопомазание, которое совершается, например, на вселенышные у нас, допустим, при богослужении, или даже при соборовании – это не то. Это совсем не то. Особенно, если когда говорят «помазание на царство». Ну, что вы! То миропомазание, которое получает христианин – это и есть таинство. Там же помазание, все, которые мы получаем, помазание на царство, есть только знак чего? Молитвы Церкви об этом человеке. Если хотите, благословение его, ну, в частности, когда мы говорим о помазании на царство, так сказать, молитвы Церкви, знак, по крайней мере, молитвы Церкви о том, чтобы Господь помогал ему в его высоком и сложном деле. Ну, никак не таинство! Это ниже гораздо! Мы с вами получили высочайшее, что можно получить, что не получает ни один царь, и не получал никогда. И получить не может, потому что печать дара Духа Святого получает человек. Духа Святого! Вы помните, когда Пётр и Иоанн были послок саварянам? Крещеным уже! Когда их спросили, они даже не знали, что это такое. И они специально пришли, чтобы именно сделать, совершить то, чего они не получили, или оказывать нечто особое в христианстве, особое открещение – дар Духа Святого, подаваемый в таинстве мира помазания. Вот так, друзья мои! Это просто так маленькое замечание. О таинстве покаяния мы с вами поговорили и помним, помним, когда я вам говорил о том, что с какой нужной ответственностью, с какой деликатностью нужно подходить священнослужителю к этому таинству. Потому что ещё раз напоминаю вам, что исповедью можно развратить человека. И, увы, это, к сожалению, приходится слышать об этом. Наглые, какие-то сладострастные начинают копаться. Развращают буквально. Одна женщина так сказала – хорошо, что я не молодая женщина. Я бы вышел после этой исповеди, развращённый. Я никогда не слышал о таких гадостях, о которых этот монах, кстати, архимандрит, да, задавал какие вопросы. И всё под флагом чего? Чистоты исповеди. Запрещено святыми отцами. Запрещено копаться. Особенно в плацких грехах. Назвал и всё. А здесь начинается. Ну, в общем, сами себя показывают и вызывают в себя отвращение. Вызывают неприязнь вообще к церкви. Я знаю вот одну, просто говорит, я больше не пойду вообще к этому человеку. Тому же какое-то покаяние. Даже речь не идёт. Ну, хорошо, друзья мои. Это просто мне хотелось сейчас закончить те предыдущие мысли, с которыми мы с вами уже знакомились. И я думаю, что это печально сейчас.